всем привет в этом видео я расскажу как ускорить работу программы и заодно как бы общий обзор тоже будет сейчас немножко вспомню на чем я остановился на прорисовке вот такого вот ландшафта немножко правда здесь вода не до конца сделано сейчас отправлю это ландшафт от 0 до 10 где-то значит 100 из 100 точек состоит из 100 плоскостей здесь рисуется вода значит где-то два раза пример надо увеличить так сейчас посмотрим да вот так вот теперь на 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 всю площадь ландшафт сделан ну в общем то здесь сейчас идет вырисовка как ускорить работу этой программы захожу значит я вырисовку вот она подключение глуз здесь есть драв джель сцена прорисовка игровой сцены она состоит из двух частей прорисовка одежниками прорисовка обычными цветами то есть здесь наверху идет просто подготовка тут для красоты там фон очистка буфера вот битового буфера включение буфера глубины и потом идет прорисовка сама вот она непосредственно то есть рисуются все игровые объекты в цикле вот количество объектов и когда прорисовывается объект вот здесь вот драф объекта это находится в интерфейсной части вот она эта функция производится вычисление всех координат которые есть в объекте прежде чем будет рисоваться сам объект вот здесь уже он непосредственно прорисовывается ну и получается так что он вычисляется когда рисуется айдиш никами и вычисляется когда рисуется нормальными цветами а это неправильно поэтому я чтобы два раза не не производить в числении в другую функцию перемещу вычисление назову ее не рисование а вычисление координат объекта но соответственно здесь так и напишу вычисление координат . с которых состоит объект теперь я могу производить вычисление где-нибудь вот здесь один раз они два раза то есть вот здесь вычисление производились и вот здесь соответственно было ну два раза ну вот теперь скорость работы программы увеличилась в два раза в общем то но это еще не все можно также вычислять положение объектов один раз в какое-то количество кадров для этого нужно создать какую-нибудь переменную типа номер кадра номер кадра равно номер кадра плюс один то есть будет считать кадры и если например номер кадра оказался больше макс кол про количество промежуточных кадров то счетчик сбрасывается кадра равно единицы то есть например количество промежуточных кадров будет 7 то есть он считает до 7 и потом в единицу сбрасывается это в конце вы рисовки вот вы рисовки Bruce вот дработает сцены то physical flour а вырисовывает сцену то есть каждые 7 прорисовок в единицу а номер кадра сбрасывается мы соответственно если ему на них кадра равно единицы тогда осуществлять вычисление точек из которых состоит объект и осуществлять прорисовку айдиш никами тоже один раз 7 кадров зачем каждый кадр рисовать айдиш никами то есть все равно такой скорости не нужен получается что только один раз за семь кадров будет осуществляться расчет сцены и определение того места куда нажито кнопка мыши но при этом будет как бы подергивание сперва я создам переменную то я написал номер кадра я я не создал запишу вот глобальные переменные вот сюда промежуточных кадров это будет счетчик промежуточных кадров по умолчанию значение будет у него единица и максимальное количество промежуточных кадров 7 можно любое число указывать 3 например количество промежуточных кадров так секунду небольшой перерыв так на чем я остановился на промежуточных кадрах 7 что то есть сейчас вычисление производится один раз всем кадров попробую запустить здесь видно что такое как бы легкое подергивание есть особенно при перемещении чтобы не было этого про подергивания я буду разбивать изображение у меня есть координата предыдущей точки где была точка и где будет вырисовываться ну и соответственно этот отрезок просто разбивать на количество промежуточных кадров получать вот эту длину потом ее умножать на номер промежуточного кадра и прибавлять начальную координату я смогу получить промежуточные точки не вычисляя координаты точек в объектах как бы более сложным путем для этого я немножко переработаю функцию вырисовки плоскости она использует при вырисовке при создании плоскости вот такие штуковины тайм вверх суть в том что именно здесь указывается вот вертекс и просто закомментирует вертекс и пропишу то что сейчас рисовал уже в виде кода буду брать от новой координаты которые вычислены отнимать предыдущую координату она уже описано в структуре класса точки вот где класса есть составная координата вот она здесь есть предыдущая экранная координата с плавающей точкой и есть экранная координата с плавающей точкой а это предыдущая ну как я и говорил вычитаю от новой координаты старую делю это на максимальное количество промежуточных кадров умножаю на номер кадра и прибавляю предыдущую координату попробую запустить ну вот теперь никаких подергиваний нету и даже видно то что точки они еще рисуются по старому алгоритму и видно что они как бы немного отстают потому что для них еще старый алгоритм прорисовки точек вот здесь рисуются точки и здесь просто новая координата указывается и все поэтому здесь я сделаю точно так же только здесь по моему ай не нужно указывать и по моему не нужно указывать или да вроде бы вот так сейчас уточню да и вот теперь все плавно работает вычисление производится один раз только в 7 кадров то есть это дает существенный прирост в скорости работы программы только главное не забыть везде это сделать и вот здесь тоже когда айдиш никами рисует и при определении координат куда нажито мышка вот здесь есть функция треугольник рисует здесь тоже такую штуку ну принципе сейчас в этом нет необходимости но я на всякий случай пропишу так будет да в принципе не нужно это вообще пусть рисует так ну значит вычисление производится и вырисовка айдиш никами один раз за 7 кадров вот так в принципе и ускоряется работа программы ну а теперь я тоже самое сделают на других языках сейчас это у меня си язык программирования у него тоже есть пункт константы здесь я тоже написал максимальное количество промежуточных кадров вот так описываться константы так дальше что еще мне здесь нужно было потом я перехожу функцию подключения и здесь почему-то называется функция рендер сцена в лазарусе она называлась трав джель сцена поэтому я ее переименую все плюс плюс чтобы везде было одинаково для этого я выделяю правую кнопку мыши нажимаю и здесь должно быть переименовать пишу новое название написал интересно чем просмотр а он показывает где где это у меня встречается ну да пусть переименует чтобы везде было одинаково здесь вот так идет вырисовка в цикле рисование игровых объектов здесь опять же пишу функцию вычисления отделил ее от риса функции рисования вот здесь графа здесь вычисление здесь условия напишу если номер кадра равно одному причем все двойное используется для сравнения двойной и вместо беги нэмп вот такие скобочки вот так отделю непонятно зачем вот этот и здесь прописан вообще непонятно зачем и нужен так теперь номер кадра такая переменная у меня еще не описано номер кадра ну здесь напишу комментарий зарисовка айдишниками ай блин да что такое не то что то нажалось айдишниками и вычисление положение точек здесь вычисление координат из которых состоит объект а из которых стоит объекта координат точек вот так вот и теперь у меня вот эта переменная она еще не объявлена это в глобальных переменных я ее объявлю пусть будет int начальное значение единица соответственно в конце в конце прорисовки номер кадра промежуточная так тогда нужно так и написать но промежуточный кадр номер промежуточного кадра равно номер промежуточного кадра плюс один а казалось больше макс колл про то номер кадра равно один промежуточный ну и соответственно на лазарусе тоже тогда название такое нужно сделать но макс колл про то это это т Продолжение следует... Так, все изменил. И теперь... Теперь дописать на C. Переделать некоторые функции. Здесь я прописал, но у меня еще нет вот этой функции. Это будет вычисление объекта. То есть нужно отделить в интерфейсной части, как на Лазаресе я делал. Это будет вычислять... Вычисление координат точек, из которых состоит объект. Ну а здесь, соответственно, просто прорисовка. И все. Так, с этим все. И теперь нужно вот здесь, чтобы в промежуточных кадрах все правильно рисовалось. Соответственно, переделать вот эту функцию. Странно. Здесь что, она по-другому называется, что ли? Так, захожу в классы. Описание классов. Составная координата точки. Да, здесь она по-другому называется. Ее нужно будет переименовать. Буквы переставились. Переименовал, чтобы везде было одинаково. Так, теперь вычитаю от новой координаты старую. Делю на максимальное количество промежуточных кадров. Умножаю на номер промежуточного кадра. И прибавляю предыдущие координаты. То же самое для Y и для Z. Ой. Так, почему-то здесь подчеркивается максимальное количество промежуточных кадров. Так, константы, константы. Потому что здесь с большой буквой, а там с маленькой. Так. Что ж. Попробую собрать. Лишние руки. запятая. Получается, что здесь и так сборка. И где-то еще есть ошибка. Продолжение следует. А, ну да, я здесь букву I объявление переменной I удалял. И вот здесь буква A, maxcallpro. Откладка, откладка, откладка. Ага. Интересный эффект. Где-то что-то перепутал. В процессе вычислений, видимо, X, Y, Z. Вот здесь должно быть. Еще раз. Вот. Теперь все нормально. Ну и тоже самое написать для прорисовки точек, потому что иначе у них немного отставания есть. Ну, это уже немножко так. Где у меня это все-все прописано? Здесь все что-то поперемешалось. Вот она функция рисования точек. Вот здесь vertex. Здесь их два для ID-шника и для простого прорисовывания. Поэтому я сейчас скопирую отсюда и там установлю. Вот здесь 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 вот Продолжение следует... И то же самое для прорисовки айдишниками точки. Ну вот теперь точки тоже рисуются нормально в принципе. Сейчас небольшой перерыв и C-Sharp и Yava осталось. C-Sharp. Здесь у меня уже написано максимальное количество промежуточных кадров. Не прописано в глобальных переменных номер кадра игрового. Сейчас я его пропишу. Типа int будет переменная. Со статиком почему-то все переменные в C-Sharp я объявляю. Не знаю. Так вроде работает. Так. Номер промежуточного кадра. Здесь... Функция прорисовки игровой сцены называется RenderFrame. Я его сейчас тоже переделаю. Напишу как в Лазаресе тоже пусть он будет точно так же называться. Драв, GL, сцена. Как-то он странно конечно. Переименовал. И теперь... Здесь пишу в конце как на C++ функцию. После свапа буфера пишу, описываю функцию для увеличения количества. Так. NomProCadr равно плюс один. И если... Блин, это что за редактор? Оказалось больше MaxCall. Максимальное количество промежуточных кадров. Тогда равно одному. Вот так. И соответственно... Здесь пишу условия. Если номер промежуточного кадра равно одному. тогда вырисовывать айдишниками и получать информацию о координатах мышки. Так. Так же нужно будет в интерфейсной части тоже разделить вычисления и прорисовку. Это будет вычисление. А здесь... прорисовка. То есть здесь вычисление нужно убрать. Так. 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 И так как вычисления отделены, теперь можно их в отделе. цикл поместить. Так. Так. Все, что ж, теперь попробую все это собрать, чтобы исправить синтаксические ошибки. Как-то я неправильно, а, через большую букву назвал, поэтому… Ну, все, синтаксические ошибки кончились. Теперь, чтобы не писать, все вручную пропишу, просто скопирую, вот так, отсюда, так, функция прорисовки точки, вот она. Ну, и вот сюда я ее и помещу. Здесь должна быть точка, здесь тоже точка. Здесь точка, блин. Здесь точка, здесь точка, здесь точка. А тут это просто скопирую. Раз, два, три, x, y, z, y, z. И нужно будет переименовать вот это. Тут тоже буквки перепутаны. И про прорисовки плоскости тоже в вертексы, когда указываю, там тоже нужно. Ну, все. Ну, все. Вот, я буду делать. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Я просто… Ну, все. Кстати, что… куча ошибок где-то а ну это да это я то что запятые не ставил ну лишние запятые поставил получается ну вот теперь здесь тоже программа будет работать гораздо быстрее но здесь еще вот эти полосы как бы это связано с делителем и с расстоянием как бы с расстояниями в игровом пространстве сейчас я эту подправить попробую потому что здесь делитель 100 попробую поставить 1000 или даже 10 тысяч нет все равно это такой эффект остается так вот здесь генерируется координации точек на воде здесь выращиваются горы так здесь здесь попробовать если горы повыше сделать через цикл то здесь перебираются все точки если они не равны нулю то они как бы приподнимаются по высоте да вот сейчас горы это чересчур по моему потому что здесь поставил по 200 то есть ширину папа и больше сделала и где-то здесь генерировалась для воды а вот тоже туда надо увеличить нет все равно многовато ну или воду просто повыше разместить 200 200 200 200 да вот так нормально но все равно вот какой-то вот такой странный эффект на дальних расстояниях как будто зазубринами как будто зазубринами какими-то рисуется ну потом разберусь почему такое происходит пока непонятно почему ладно сейчас небольшой перерыв в таком случае и потом уже на яве тоже самое пропишу осталось только на яве прописать над бинте здесь тоже есть что-то типа константы указывать максимальное количество промежуточных кадров только здесь финал вместо слова константы пишется в остальном все как на си точно так же также нужно будет переменная номер промежуточного кадра интересно здесь можно так написать наверно можно вроде не ругается так отделить функцию прорисовки в интерфейсной части от функции вычисления координат точек из которых состоит объект в данном случае я вам скажу вот в общем poquito Продолжение следует... Продолжение следует... Точек объектов, точка из которых состоит объект. Вычисляю координаты точек, из которых состоит объект. Здесь ставлю условие, если номер промежуточного кадра равен единице. Тогда все, то что там выше было, срабатывает. Внизу дописываю... Увеличиваю номер промежуточного кадра. Если номер промежуточного кадра равно одному... Номер промежуточного кадра равен... Ой, больше одного. Причем здесь ни одного... Макс кол. Больше максимального количества промежуточных кадров. Тогда сбрасывается в единицу. Так, здесь все. Теперь функцию прорисовки плоскости изменяю. Вот здесь... Вот здесь переписываю вот эту функцию. Блин, в общем-то она похожа на C-шарпную. Как две капли воды. Поэтому я просто возьму C-шарпную функцию прорисовки. О, и указание вертекса. Вот она. Вот она. Ну и здесь тоже по QE перепутанные координаты. И здесь нужно скобку закрывать. Так, в классах... Описание классов. Составная координата. Средство реорганизации кода переименовать. Буквы местами переставил. Так, пусть... Вроде бы все. Здесь я указал. Переделал этот вертекс. Попробовать запустить. Субтитры сделал DimaTorzok. И почему-то здесь неправильно работает. Если номер промежуточного кадра равен единице, здесь есть номер промежуточного, так, здесь все правильно, а где неправильно, интересно, где-то что-то я упустил. Может быть здесь нужно указывать тип. При вычислениях получаемого значения. Продолжение следует... Да, в общем что-то непонятное. Может быть вот здесь... Продолжение следует... А, все, понял. А, нет, блин. Здесь 3D, а здесь может быть должно быть не D. Так, сейчас я уточню, как у меня это при прорисовке точки делается. Да нет, здесь D указывается. Т, Т, Т... Т, Т... Т, Т... Т, 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 Т... Т, Т, Т... Т, Т... Продолжение следует... 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 Нет, сохранение есть, вот PQE. Продолжение следует... А, блин, вот здесь взял, сделал прибавлять. Здесь же не надо прибавлять, здесь просто единицы и всё. Вот, блин, заморочки. Наконец-то. Вот теперь работает отлично. Единственное, что для точек тоже самое прописать осталось. А то они отстают. И, скорее всего, тоже возьму C++. А, нет, C-Sharp. На C-Sharp очень похоже. Вот такая функция. 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 Да, вот теперь точки не отстают. Тоже рисуются так же, как и плоскости. Нормально. Тоже рисуются так же. под видео. Как всегда. Сейчас я еще небольшой перерыв и посмотрим, что еще можно сделать. Как бы здесь. Здесь. Продолжение следует...